Песня Песня Можете кончить, что надо? Песня 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 с уменцем, которые мы хотели позвать на ЭКГ, он может быть здесь в порядке. Он встретил с другим гостем, которого мы позвали сегодня, а то с басником Иваном Блатным. Боже, уже с Снулым, но он будет здесь несколько раз в порядке. У нас есть три песни из Ивана Блатного, так что эта песня «Веселая детская песня» была в пасене Ивана Блатного, так что здесь две песни. Мы в Челекове, где живет Игор Малиевский, мы всегда схажем и мы думаем, мы думаем, мы думаем, мы думаем о жизни, мы думаем, мы думаем, мы думаем, мы думаем, что это не было бы не плохое, ласка и психо. Поговорим, что это может быть… Когда мы говорим о жизни, мы уже читали тему, но психо, это уже хорор, что бы весь вечер был… Все, что каждый поиграл сам, но каждый учитывает в какой-то фазе. Мы слышали, что люди, которые живут в отношениях, даже если бы в этом отношении было психо, а на психо потом приходит смотреть в кино. Да. 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 А если бы кто-то таки дескали, так и дескали чем будет, так ему венуем, это представление дескало. Так это хорошее. Да. 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 Так что, наконец, мы поделали крок к той богинь психе, которая, как в этой крайней полозе, и психо в себе может за учителых оконностей визуализации, что существует, как я хотел сказать, фотография Малба из ее детства. Уже тогда, если вы знаете рецкую митологию, то знаете, что психо ходила с Эросом, что все было в порядке, когда мы встали и увидели вз взаимно. Потом оба взаимно взялись, а этот вздох прошел с разными перипетиями. Но в основе он закончился хорошо. То есть, что мы все-таки стараемся. Уже мы нашли основный снимок из их детской ласки. Если можно, да? Да. Уже он взялсяный снимок в Европе. Уже в течение времени. Если бы они два мили Facebook, то там никто не спешите так, что не спешите так. В этом Facebookе в старом веке в Тексте это прошло. Там это еще смели. Там был свободнейший Facebook. У этого Эроса такой детайл про планы интересные не, не, я не думал. Вшимите, как он витрченая колинка. Это правдоподобно секси, потому что оно осталось и до достоинства. Ну, но и она, ты колинка покрытчена в две. Ано, но она из этого выросла. Ну, видишь, что это было ясно. так, что мы, что прохлитали прохлитали 10 роздилов, так, мы их пар объявили. Так, есть достоинства, так, что уже они закрыты, но не прошло. Но вшимите, что эта девка миловая 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 милор Monet нейкропика eeee то здесь теперь вижу новую миловую ал razет déjà миловую поездку о похорон, а Мама, она имеет закрытые очи, но выясни, что Эрос уже имеет закрытые очи. И он уже видел и в его похладе есть мелanchолия. Узкость, как бы я видел, приходит психо. Однако оба имеют крючки, она руководящая. Да, это самостоятельно «do-it-yourself» и крючки. А его крючки, 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 а его крючки. Мы потом наступили на такой проблем, потому что это очень красиво, мы всегда пытались видеть из него три примера, так что мы решили еще объявить фотографии из старого Эроса и психа. Там уже было бы что-то видеть о том бою, который они сладили в стаховом, и нам не удалось ее доходить. Не знаю, если она не существует или если она так хорошо цензирована. Мы продолжаем ее, как бы нам удалось сделать, как бы нам это удалось сделать в днешнем представлении, но в той моменте эту визуализацию мы не смогли посчитать. Так, это был такой теоретический указ до сегодняшнего вечера, а теперь мы уже приступим к практическим указкам. И это Иван Блатный уже высшего века. Ну а это нам наконец-то скажет. Иван Блатный, басник, писатель, накладатель, Мартин Рейнер. Мы очень рады, что он приехал. И все, что он приехал. И все, что он приехал за литературу, за книгу, басни, за книгу, басни, который держит в своем левом руке. А, ну, я же, что я смогу сказать. Так, я хотел бы попросить, потому что в этой фотке мы все-таки стахли, но мне очень нравится, не знаю, кто ее фотил, не знаю, где он сидит, если о том вы что-то знаете, о том облаке. И представить, кто бы Ивана Блатного не знал, кто-то с ним забывал, как бы представить, это может быть в целом. В 20-ти, кто-то... Я думаю, что он представил в целом книге, но... Иван Блатный был с Юзефом Кайнером и Ортеном, обычным знамыми басники, членный представитель новой генерации, которая потом развила очень раздельно. Иван Блатный эмигрировал в 1948, Ортен в час умрел, из Кайнера стал великой странник, что-то с концу знаете. Иван Блатный был очень утащен, потому что это был один из первых иммигрантов. Комулисты на ней мели великую пивку. В роце 1952 в Розвлазе до конца прохласили за мертвого и 40 лет было персонально крата. Так что о то, про меня, был взрущенный в конце 80-х лет, пустил до великого патрания, которое пустило в этом куплении. Так что тата фотография из р. 1980. Одна славная фотография или серия славных фотографий. Его автором Вильфрид Бауэр, великим фотограф, который позднее сплакал себе в ражду. Была таки роззитренная душа. Фотило в Ипсвич на захаде Сент-Клемент Хоспитал, в немocнице св. Клемента, Кам пришел Jürgen Церке с Jiřим Грушевом сделать великый розовый про Штерн с Иваном Блатным. Он вышел в просминце 1981 и создал европейскую прослушность Ивану Блатным. К тому прихозило введение Шварецкого два года. Камбек пришел в год, когда он травил по психиатрических лечебнах. Кам се нехал завзит, потому что шпатно прожил. Он покушал праковать, а потом был в Устове. Он был подле тебе, но был психиатрический пациент или требовал на псаде? Он был в Англии в Англии в Англии прожил от 15 лет. дедцем оптического крамма. В Англии не было так, что не было в Англии. Он был дедцем оптического крамма. По облечению в Устове не было из англии. Он знал из власти, когда был в Англии в Англии. Уже в Англии в Англии. В Англии в Англии в Англии в Англии в Англии в Празе в троих в Англии в Англии в Англии в лазе сказал, что это счастье, не просто каждый. Так что я понимаю. Но Иван Платный не учитывал, чтобы писал поези, потому что, чтобы достал три раза день ездить, а не пршел ему на голову. Я думаю, что это достаточно. Я понимаю. Мартин Райнаер будет читать из своего романа «Васник», но мы тебя позвали на жаре, мы уже готовы, но мы не знали, что ты видишь, что ты видишь с Диркой «Васник», который представим, что вошел пред 3-4 дня. Вчера были 4-4 дня. Зитров в Врне, когда мы совпустим, то будет 5 дней. Недоксчитаем мы, а потом уже что-то скажешь. Я думаю, что мы уже не будем читать. Я прошу о жидле. Я по немощи, я думаю, что это не так, что я рада, не так, что это стащит. Мартин Райнем, можете ему затлескать. Можете, а не можете, я думаю, что мы, нехерцы, обравдно милуем репризы. Потому что я пытался делать то, что я делал вчера, все равно пугабное, но я это совершенно заболеванное. Я бы начал, что внушно, не так, что вчера. Хлопцы было так, что мы начали все еще раз. Я вас могу объяснить, что я хочу уже сейчас чурать, что это может быть очень краткой вступ. Я выбрала краткие указки, как из блатной, так и из книжки. Книжка есть около 40 разных капитол. Кабарет, психо, психе, мне пришла как-то вводнейшая указка из капитоли, которая называется «Онония, как то святовый назор». Каждая капитола начинает в предзнамене в верши, а здесь есть три верши, которые написал Иван Блатни на 70. и 80. лет. Знай так то. «Буду ононоват, как жарејо мацамец, который поханял электрарни». Так это, я думаю, слущённая амбиция. Я вам прочитаю не целые две страницы. Похопите, о чем тут? «У меня, как это не слабить, как яundер». «Нетруфам си на это ответ», говорит Jarosлав Треслер. Иван без похвы был «ипохондр», затіженý так и по родичам. З экзилу военной утром отрекл до сего экзилу на психиатрии. «Ледерер ми писал, что выконав в Устову какеси дробные уклоны, доставава малые капесные а муше обчас зайти до мэста. Не радее се придіва на телевизи, кде его найвіць займај рекламы. Клуци з BBC его спочатку навштивали, але Иван им пак едно řекл, про че за му вази ходите? Уж се неходите. Карел Брушак, кој был один з теклуків з BBC, то уваді на праву міру. Подезірал нас, що працюєме про тайну полицию. Жи агент а посілаш на ме кавки. Крићел на ме едно в недели одполедне. Co jsem на то меел ріст? Песвечела блазна о логичких вецах, нема свисо. Ведле Брушака а Ледера бела тћтім přијимым участникам часу првјні платне хоспитализации Меда Младкова, јен о пар месіців старші неж Иван, харизматickа а красна. До Лондіна доразила ze Швіцарска, кде притим студоала економі. По умолу се розводила, що се дому не вряті. Ніколикрак пшићла на навштиву до Клайбури с Карлом Брушакем, але, citую, Ivan се на розhovor дћтћ недоказал сустредит. Пас те млува швіца, так он зустава спільня штіјиѐв. Пской FP сам chose заѤал навштисто務т сама! Читала since тјдем! Навштеви были разное в недели и � из受то Palestine corridors. До керých было видеть окни з буділенію, у них се справедна тиснила далayі все пачені. О меду били при этом велкій зяјем. Было это взвлажно, скажет Веда, а не что я привыкла, так и немного тиснивая. Мы с Иваном говорили. Мы говорили несколько минут, а они там стояли, а только взрослые. Взрослаясь, но я это так много неизвестно. О чем мы говорили? Ну, возможно, Иван был очень интеллигентный, говорили абсолютно нормально, ничего не святого того, что он был блазан. Ну а конкретно? Ну, мы говорили много о литературе. Также я ему носила книжки, а один из них был пекный прушвих. Прушвих в книжке? Ну, я пришла за неделю, и я уже согласен, что я за Иваном Платным. Они меня там не хотели вообще пустить. Они мне сказали, что вы это сделали, так не можете. А я уже не знал, что произошло. Ну, сталося то, что я Ивановичу принесла Бодлерови квяты зла с эротическими оброзками. А блазни си то витрхали, а потом целый блазинец онлановал. Витрхали. 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 Витрхали, что мне было от Карла Прушника, что стал проблем. Ну, оно было как раз сразу очень красивое. Один из Евановича принесла нам овости и хотелось ему помочь. Повторято о том, чтобы он стал, а потом к релирук Nicee. Только он не хотел. Но вообще мне не хотелось этого. Просто выдал, что он сделал в реабори. А вдруг, это было приятно. Витрхал aquatic, Я не могу жить. Я не могу жить. Я не могу жить. Зазвонил, я позвала его дать. И Иван сказал, что он не может жить. Он пришел и уже не вернулся. И он там пришел. И я начинал себя бать, потому что не хотел его дать. Я позвонил Карла Брушака. И он его отвернул. Я потом шпатный святость. Потому что я на это пошел до Парижа. И когда я ездил до Лобиа, я никогда не видел Ивана. Ушаку. А это был проблем? Ушаку. Иван начинал онановит. А это сделал Лаквел. Медо, помните, я еще хочу вас спросить. Ано? Как Иван в этой дубе выглядел? В Брне это был красавец, идол дюйвек и жен. Блатный выглядел. Не был красивый, но хороший человек. А не был уже троих занедбан? Ну, это не. Но я был единственная волка, к которой он навштовал. Так на себе можно больше дбал. Виите, эмиграция это тяжелая вещь. Я знал несколько людей подобных, как платный. В Вашингтоне что-то подобное было одному ческому профессору. Что-то нашли на улице. Виите, что сказал Перутка, когда был в Лондоне? О эмиграции? Ано. Он сказал, что на шест лет концентрирование и бедное не было ничего против первых три месяца, которые он был в эмиграции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а бы то не было таки пораде, но с Рандом. АЛЕ... Так... Мне тут самостоятельно нападло то самое, что младенцы kontemplovalи перед мим приходом. Когда мя позвали тему ласка и психи, то психо се там самозрежно векпе. Так что я спросил, а если даёт о ту души, а если даёт о то психо. Так что в первой указке я спросил, что будет что-то прумято. Поэзия это уже ласка и душе. А я спросил, что покусил выбрать пару текстов. Вшли будут о ласце а каждый о трохи о ласце. Заачал тих басни велми назорную, сразумительную. Менуя се Словенки. 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 И изменились в центр. И стр. Словенки. 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 がру. Словенки. Сейчас мы поговорили с Петром Станчíком, как все проблемы приводят в том, что люди не имеют расти. Я думаю, что сами себе. Когда ты не знаешь, как рация, так и тежно, что ты не знаешь. Петер Станчíк был очень интересен, что принцип «милуй ближники, как ты сам себя», то есть целое. Когда ты не знаешь, как это может выглядеть с теми остальными. Та басница мне самолибий. В «милотицих» на замку пави муэзин, штрамак с пророкским хласем, павици и слепки похрдаве пасе. Залит мне при том прохліжи свой стін, а дивже не отдам се нахладнему двоřиню тому стіну. Акции «Hарен» падли на третину. «Коколи тушит Darwin о зажимах пава, попирает его хохолатая лава». «Докуд мам себе, не захину». Политическая полемика. «Та басни о ласце» «То басни о ласце» «Пред листопадом» «В этом фтипе» «В манжелске ложнице» «Вечер» «До мосту баснице» «Во и жена» «То не так, как на футболе» «Во и жена» «Во и жена» «То не знаю, как и так, как на футболе» «Во и жена» «Ди вошь на холпу в бару и видишь только звук, а вместо плахе, звук зуба, звук звук вртащки. К стару до права сласки плнавý лук. ДИВАШЬ СЕ РАНУ ДО ЗРЦАДЛА А ВИШЬ, ЖЕ ПАДЛА СКРИПАВЯ ВРАЦИШЬ СЕ ДО ПОКОЕ СМРДИШЬ, ЖАК КУПА НОЖЕ ПИХУ ТИ ПРЕКРИВАЛ, ЖОК ПЛНЮ САДЛА А ТЕДЬ ТЕДА УЖСЕ ДОСТАВАМЕ, АБЫХ ТАК РЕКЛИЧОВЫМ ТЕКСТУМ СЕЛОЕ СБИРКИ АБЫХТО СИГНАЛ КОНЦЕ И ЗОПАКОВАЛА já už jsem nepamatuji, co jsem o tvům říkal včera, ale každopádně jde o moji ženu. Abych vám to vysedl, já jsem na mě navště zvědavý, co budu říkat si teda Brně, protože ona tam bude. Takže budu muset dramaticky změnit průbudní slovo. No asi takhle, moje ženě vlastně moc nevadí, že píšu knihy. Ale že bys to byla nadšená, to se opravdu říct nedá, ale hrajeme takovou hru, takový vydřemý kompromis, že když jí knihu věnuju, tak je to v pořadu. To se vám nedá udělat s každou knihu. Takže v básnické sbírce je to, vidíte, a já jsem si zapomněl tu vnusnou básničku, asi to pán takhle chtěl. No v podstatě jde o to, že je třeba věnovat aspoň jednu báseň. A já jsem napsal těch decim asi 150, knize jich 55. A moje žena to samozřejmě chtěla zkontrolovat. A několik básní okamžitě vyřadila. Nevím, z jakého důvodu si myslela, že jsou oni. Já teda přiznámám, že ty básničky byly dost ošklý, ale tahle je krásná. A je nesporně o ní, jak hned zjistíte. Jirská káva. Kam jsme to barunko zapadli? Do města Dublinu od Sourku. Airbus se trefil na Ramne, Bonuná si se za tmou, hvězdy zhářily nad hotelovým vchodem. Těšil ses na listování vrudnoucí tváři malého Chandlera. Cedulka v recepci pravila. Nečtěte Joyce na konci října. Dělá to tady každý vůl. Já jsem v téhle sbírce, která je moje sedmá nebo osmá, poprvé udělal takovou věc, že když se takhle podíváte, možná to bude vidět ze zádu šitařské nasvícení, to bude se o básně, no to je báseň, a tady u menší poloviny těch básních je takovým malinkým zeleným, neviditelným pismem, komentář. Já jsem prostě, nebudu to rozvádět, ale zkrátka jsem doprovedil některé básně komentářem. V tomhle případě si myslím, že se docela hodí, protože bez pochyby dvojverší o listování vrudnoucí tváři malého Chandlera je teda extrémně záhadné, ale když tady v komentáři se pročtete, že jde o hrdinu Joyceovi povídky obláček ze sbírky Dublinané, tak já samozřejmě než by byl takový expert, ale prostě opravu jsem ten vůl, kdej si do toho Dublinu Joycee vzal. A pěty v Dublině, než jsem tam četl, takže jsem to takhle prostě propojil. A teď máme takovej, kluci chtěli, abych to udělat znovu, tak já to zopakuju, je to můj strašně oblíbený vstup, jmenuje se to Přídavek. Přesně takhle to bylo včera. Já jsem jenom řekl Přídavek, lidi už prostě se začali strašně bavit, takže mě to nedalo. Řekl jsem, že za normálních úkolností k tomu mělo probíhat, takže já se zvednu, odejdu, ze strany Vrzova, obrovský podplec, já půjdu hrát za golfu, pak přijdu spát, a přečkuji ještě jeden text, ale protože na to nemáme čas, tak ten Přídavek dáme rovnou. Jmenuje se to prosím nás pěkně Šíle v Krumlově. Je to Přídavek, kde jsem byl myslel speciálně kvůli Járovi Rudišově, protože se tam vyskytuje niličina. Tak. Šíle v Krumlově je to věnováno jedné z egonových můz valy neuzilovém, valy neuzilovém, postudy okolo toho bylo opravdu dost, tak až se řešel zase ví. Dlouhou nervní chůzí přeměřil okolní lesy a pole, a pak v košli s propoceným kolem naložil kufr na hřbet své mouzi. Zmámený hlakoholem v úzkých ulicích propukal v trpce osvěživý smích. Gukmál. Mně tež se líbí šíle, pičky barevné i sněhobílé, holá pole, nesmí pych. Děkuji za pozornost. Děkuji. 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 Takže, danké, to byl Martin Karek. A ten prčís Igor Malijevský ten napsal novou povídku, která se odehrává v takovém zajímavém koutku, bizarním, velmi, velmi, no, vidíte sami, uslyšíte. Igor Malijevský, můžete mu zadleskat. Aplauz. 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 Přečané, jste kousek od starého rynku ve dvoře, který znají místní, ale turisté sem nezajdou. Každý rok na to místo lidé přinášejí své plišáky, kumové hračky, Mickey Mousek a Cherry Donaldy, medvídky v ukrajinských národných krojích, sliské pejsky a kočičky, opuštěné pany, melancholické splihlé ježečky, všechny ty černé pasažery domácností a nechtěné ozdoby kanceláří, které se hromadí v obytných prostorách, povýročích, oslavách a slábcích narození páně. Všechny ty zbědované homunkuly citová šedítka z růdy z gumy. Na změnu své životní situace nereagují všechny hračky stejně. Část skutečně rezignuje, neadaptuje se a upadne do jakési letargie. Spojí se s novým místem jako s místem posledního odpočinku a pustí se do odpočívání, odpočítávání, odpočívání. Jako ježeček léta už bez pohybu, bez pohybu spočívající na pařezu bez zinky. Za tu dobu se nepohnul ani o milimetr, jen jeho očička zaměnili kdysi tak uhrančivý šivalský kukuč, kterému žádná maminka nehodolá za zelený zákal. A tak postupně srubstá se svým pařezem, nereptá, nestěžuje si, nevolá ho pomoc, to vše by pro něj bylo příliš náročné, příliš vysilující a trháždivé. Sedí a svýma slepýma očima čumí směrem, kterýmu byl určen, přes dětskou hůpačku do zavřížovaného okna trhlářské hílny. Lodně mu do jednoho boka nasral holout. Takových plišáků je tu několik, zdaleka ale netvoří většinu. Některé hračky, jako by naopak na Nové místě pokřály, jako by pro ně byl svět dětských pokojičků a smrt naškrobených polštářků malý, jako by se tusili tou srdíčkovou přichylností tím uslintaným projevem citečkům. Tady, konečně, zbaveni svých perverzných jmén a perverzných majitelů, začínají naplno dýchat. Pravidla džungle, lebe řečeno dvorků, jsou jim přes všechnu přirozenou krutost mnohem bližší, rychle se začínají orientovat a brzy už pátrají v předzahrádce, zkoumejí kytky, nahlíží do oken, sprchují se pod okapem. Timočina městského dvorku se jim stává inspirací novým domovem a bízvou. V mnoha případech si zde taková hračka brzy najde i svého sexuálního partnera, kterého by v šéfově kanceláři nebo dětském pokojíčku těžko hledala. Od bezlaverho lišáčka, který má evidentně blízko poděkud infantilní, ale čiperné zlatovávce, pro vztah je to vzájemný, až po dva plišové plisky, trávící je hodiny a hodiny ve věčném splinutí v tichém a důvěrném coitus infinitas. A pak to jsou hračky, které na půli cesty ustrnuli, zamrzli, neschopni se trvale oddělit od svých bývalých majitelů. Se trvávají s nimi nadále pevně spojeny věčnou výčitkou. Za všechny ocitujme jeden z dopisů panenky Diany, který adresovala své bývalé majitelce Olze. Milá Olgo, píši ti, ať vím, že mi na můj dopis neodpovíš, stejně jako si neodpověděla už na čtyři předešlé. Proč ti tedy vlastně píši? Především, protože byly Vánoce, které prostě už budu mít navždy spojené s tebou, jak si mě poprvé rozbalovala, jak se stěšila, jak si mi nabízela Vánoční cukroví. Asi bych na to neměla vzpomínat, ale asi vždycky budu, i když vím, že si tím ubližuji. Když se dnes otáčím zpátky, vidím Olgo, že jsem ti od počátku nebyla dost dobrá. Párkrát jsme si spoluhráli, párkrát si mě povozila v kočárku. Vlastně, teď mi napadá, že jsi mi nikdy ani nepořídila pokojíček pro panejky. Myslím, že ti to ani nenapadlo. Šatečky jsi mi taky nikdy jiné nepořídila a ty jediné, co jsem měla, jsi mi sundala, když jsi mi chtěla vykoupat. Všimla jsi vůbec, že jsi mi je už neoblékla? Nebo to bylo na schvál za trest? Myslím, že ti to spíše bylo jedno, že už jsi měla jiné zájmy. Máš na to samozřejmě právo a já ti přeji jen to nejlepší. Asi si říkáš, že už jsem dospělá a že bych se o sebe měla mě postarat sama, tak jako to děláš ty. Ale ty jsi nepružila to, co já. Umíš si vůbec představit, jakou zátěž jsi mi do života nadělila. Hádali jste se s práškou a vůbec vás ani nenapadlo, že vás celou tu dobu poslouchám a přesu se strachy. Musela jsem se dívat, když jsi se učila masturbovat a ani to ti nedostačilo. A muž bych měla z tento pes ukončit, aby nevězněl jinak, než bych chtěla. Výčitky nesnášíme. Jen si říkám, že tě možná přeci jen trochu zajímá, jak teď žijí. Tak tedy dobrá. Připojím pár věcných řádků. Chceš-li? Od té doby, co jsem se tu ocitla nahá, ztratila jsem veškerou sebe úctu. Nakonec vím, že si za všechno můžu sama. Už jen proto, že jsem ti tolik věřila a s takovou variantou nikdy nepočítala. Chceš-li to tedy slyšet? Dalej jsem se nejdřív dohromady s ruským medvědem, ale byl na emoctelký, aby kloubil mi ručičku. Od té doby to nechávám na nich, na těch špinavých zvířatech. Kdo se chce pokochat zbytky mé krásy, ten smí, co pěne. Nic lepšího si nezasloužím. Olgo, nic od tebe nechci. Jenom krátkou odpověď na jedinou otázku. Proč? Tvoje Dianka. Post scriptum. Kromě vykloupené ruky se mi na zeladech uchytili šíjních a ve vlasech mám ploštice růměnice. Většina herček má ale dvorek za nádraží, přestupní místo, odkud je třeba vydat se dál. A za nocí, jako je tato, kdy nad městem svítí úplněk, padají skromné vločky, kdo ví, odkud se berou. Z dálky zabrže trampa, je zaštěká pes, zapláče dítě. Za drkových nocí ucítí zváštních viní v duši, krásný břiše, podivní lesk v pevných, sklejených očích, a to pak dvorek opouští někdy po jednom, někdy v párech, stříc neznámému, krutému, nekonečnému světu, jako paražupisté při prvním seskoku. Jejich těpání protíná noc, odráží se od dneské dlažby, vrže po dřevěných schodech číčovních domů. Hračky kráčejí nocí, hledat novou domácnost, naplněný odhodláním, že tentokrát už to budou oni, kdo budou rozhodovat, co je a co není rostomilé. Některé si zapálí cigaretu, nedleskejte, pokračujeme. Děkujeme. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Máme vás teda paní doktorko nebo psíche vám máme říkat? Jak chcete? DimaTorzok já bych teda položil ustročnou otázku, protože každý, kdo vás vtudenech vidí, tak vidí, že nejste s námi na pódiu a zatím plátnem. To má důvod. Вы объяснили нам это перед началом, если бы вы могли так и кратко про девочки? Это по-другому. Это по-другому, по-другому. Прежде всего, по-другому, моих клиентов. И сегодня это немного обратишь, но мы можем брать и так, как бы мы были у вас в организации, потому что мы все вместе с вами можем стать вашими клиентами. Ну так мы все вместе с вами все ваши клиенты. Что вы так чаще решите последнюю неделю? Ну и... Найчастнее решим поцветы вины, поцветы менеценостей. Ясно. Если вы будете потом к диспозиции коллегов, по-другому, по-другому. Пропоклажем. Сейчас я хотел спросить, вы там у вас, я не знаю, если вы там говорите «Ординация», или «Салом», или «Салом», но вы там тоже таковое плотное, по-другому, по-другому, по-другому? Как вы там решите? Так я вам ту «Ординацию» flexibilней, то значит, что зависит на клиентов. Как вы? А что это нечастнейший формат? В каком терапии? В каком терапии? В каком терапии. В каком терапии начинаем между собой плотно, а потом, в основном, не выдержит, а стрянут его. Хорошо, так что увидим, что это будет пробежать здесь. Который как-то освобождает от тех людей, что это стрянка плотно, это часть терапии? Ну, в общем, оно становится частью терапии. Како неведомки. Так что, если бы вы хотели спросить на что-то, здесь есть какие-то вопросы. Можете ли вы писать свои сообщения, а она потом, в зависимости от того, как их будет, а в зависимости от того, как их стихнет, покусит, аспо не важнейшие ответы? Так что, конечно, в пару, я хочу спросить на что-то, что вас трапит на другом партнеру. Это все анонимно. Так что, доктору, дякуйте. 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 Будь то. Будь то. Дякуйте. А теперь уже днешней капелы. Ано. Днешней капелы, которая называется «Влошне кочку». Что же назвал «American Psycho». Это не только тема днешнего вечера. Но вы можете цветом. Влоште кочку. Влоште кочку? Влоште кочку. Влоште кочку нас удивили так вот с другого сторон, с разных сторон и разных сторон. И вы можете заплескать. Хлопно заплескать. Еще раз заплескать. Дякуйте. Наибирь заплескать. Влоште кочку. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Co jsem a co nejsem s časem? Miluju život, to je toto, to co mi zbývá, mezi tým, co jsem, když jsem v práci. Miluju život, to je toto, to co mi zbývá, mezi tým časem, co jsem a co nejsem s časem. Joši věcí zdalicích vojím to, co mi zbývá, mezi tým, co jsem v život, to je toto, to co mi zbývá, mezi tým, co jsem v práci. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА